Пока москвичи утепляются, надевая куртки, приднестровцы все еще налегке. Наше лето продолжительнее и теплей, а вот вечера в сентябре уже холодные и погода изменчива. Просыпаетесь вы утром, идете на работу и вроде бы тепло и солнышко светит, вот только ветер совсем не южный. Подмерзаете с утра и как итог, кашель, насморк, температура, все признаки простуды налицо. Да, действительно, в связи с тем, что становится прохладнее на улице, все чаще люди начинают болеть острыми респирторно-вирусными заболеваниями. Очень часто происходит обострение хронических бронхитов, в связи с чем частота обращаемости к врачам возрастает. Чаще всего люди обращаются с жалобами на слабость, разбитость, недомогание, повышение температуры, насморки, боль в горле, кашель, иногда сухой, иногда с мокротой. Но не все так просто. С приходом осеннего сезона может возникнуть или обостриться аллергия, а симптомы вирусного заболевания и аллергии могут иметь схожую клиническую картину. Клиника бывает иногда сходная и очень тяжело отличить. Но если у пациента просматривается сезонность, то есть в определенное время у него проявляются такие клинические симптомы, как слезотечение, зуд глаз, течет из носа водянистые выделения, нос чешется, чихание, першение зуда в горле. Могут быть легкие проявления аллергии, зуд кожи может быть. Может быть при усиленной симптоматике аллергической могут быть даже сутфибрильная температура. Хорошо, если пациент о своей проблеме знает. Плохо, если диагноз «аллергия» ставит себе сам и спешит в аптеку покупать общеизвестные супрастин, тавигил, фенистил. Еще одно заблуждение людей – это то, что они бесконтрольно принимают противоаллергические препараты, не выяснив, что у них действительно. Либо это насморк, связан с вирусной этиологией, либо это аллергические ринеты. При этом они принимают очень длительное время антигистаминные препараты, что отрицательно сказывается на их дальнейшей диагностике и лечении. Вердикт такой. Затянулся насморк – идем к терапевту. А если терапевт заподозрит неладное, отправит к аллергологу. Специальные тесты и анализы найдут виновника аллергия и обезвредят противника. У нас в Приднестровье есть много лабораторий, в которых можно сдать аллерготесты. Значит, аллерготесты, они делятся на скарификационные аллерготесты, которые делаются на кожные. Эти тесты проводятся только в период, когда уже ничего не цветет, то есть это с ноября месяца. А специфические иммуноглобулины Е – это аллергообследование, которое проводится по крови. То есть мы можем его проводить даже в период обострения. И достаточно большой спектр аллергопроб предоставлен на данный момент в Приднестровье. Сейчас мы переживаем резкий переход от летней жары к холодным дням. Плюс чаще всего в сентябре у многих заканчивается отпуск. Люди возвращаются к работе, а это также является стрессом для организма, который, в свою очередь, снижает иммунитет, провоцируя многие заболевания. Наша задача – помочь организму. Избегать места, где очень много скопления людей, закрытых помещений. Надо чаще приветривать комнату дома на работе. При этом не забывать о личной гигиене, часто мыть руки. И при этом также можно еще, если вы где-то находились в каком-то закрытом помещении, можно прийти домой и промыть нос обычным физраствором. Также можно провести вакцинацию. Лучше ее делать заблаговременно – конец сентября, начало октября – самое подходящее время. В течение 4-6 недель вырабатывается иммунитет. И есть вероятность того, что вы вообще не заболеете этой осенью и зимой. И пусть на календаре уже 7 сентября, Приднестровская ранняя осень все еще напоминает о лете ярким солнцем. Гесметию обещает даже 30-градусную жару, а врачи рекомендуют не расслабляться и понемногу утепляться. Продолжение следует...